Наверное, я скажу буквально одно слово, что действительно у нас есть факультет анимации совместно с университетом Синергии именно для того, чтобы решать проблему масштабирования и специалистов исполнительского звена. И мы как раз пошли тем путем, что мы не хотим становиться конкурентом текущим площадкам, потому что все они для нас являются как раз партнерскими. Мы пытаемся закрыть ту нишу, где мы чувствуем нехватку. И я тогда скажу скорее именно как работодатель, что на самом деле, да, мы являемся или должны, по крайней мере, являться последним замыкающим звеном в системе образования, иначе ради чего. И мы понимаем, что современная молодежь, в общем-то, я это вижу и по вгиковским студентам, с которыми я еженедельно сталкиваюсь, и Синергия, и Вышка, и Московская школа, что студенты ориентированы не на абстрактное получение образования, а именно на то, чтобы это помогло им найти свое место в жизни. И когда мы говорим про анимацию, например, да, вот я вижу, что у нас как бы основная сейчас потребность это децентрализировать образование и вынести его за пределы Москвы, потому что, ну, насколько я понимаю, игровое кино, классическое, это работа на съемочной площадке, и ты невольно должен приехать туда, где работают кинематографисты. В случае с анимацией мы выходим на другую индустриальную модель, которая распределенная, как Катерина сказала, половина людей, которые учатся в их школе, уходят во фрилансеры. Для нас это норма, и чем больше ребят получат возможности образования вне Москвы, Санкт-Петербурга, тем, например, наша индустрия будет лучше. И одним онлайном это тоже не решается, то есть очень важно, чтобы были оффлайновые площадки, как раз Владимир Сергеевич сказал про филиалы. Вот, опять же, в Хабаровске начинает расти анимация, и я слышу, что в Хабаровске есть план открытия филиала. Для меня это очень хорошая новость, потому что это значит, что как-то процесс начнет закрепляться. Следующая часть — это то, как студии участвуют в практике. Потому что, опять-таки, мы понимаем, что у нас образование практикоориентированное должно быть. Ну, вот такая отрасль. Опять же, в то время Владимир Сергеевич мне подарил прекрасную фразу, я теперь ее везде использую, что кино — это одно из самых дорогих образований. Ну, в смысле, получение образования в области кино — это одно из самых больших удовольствий дорогих, потому что дорогие специалисты в ручном режиме учат небольшое количество студентов. Так вот, на студии происходит ровно тот же самый процесс. Студенты приходят на практику, и это значит, что в этот момент студия начинает отвлекать достаточно дорогой производственный ресурс в пользу образования. И тут такой замкнутый круг. Если ты этого не сделаешь, ты не получишь сверхспециалистов. Но это значит, что в этот момент времени ты недопроизведешь контент. И, скажем, есть проекты, которые делаются с участием госсубсидий, прямо в госконтракт у нас вписывается, что мы обязаны на проекте использовать практикантов из государственных творческих вузов. И это логично, да, это нормальная система. Но, как мы понимаем, большая часть контента, производимого студиями, — это контент, производимый с помощью частного финансирования. И в этот момент получается, что наши инвесторы должны стать инвесторами системы образования. Это просто не работает. Это не про хорошо или плохо, да. А многие студии просто не могут себе этого позволить, потому что они должны сделать очень тяжелый выбор, и все студии делать ее в пользу того, чтобы работать с теми, кто есть, и чуть-чуть закрыть глаза, что завтра они могут остаться без специалистов. И, наверное, я хотел бы закончить темой с сандартизацией и с терминологией. Опять-таки, да, у нас вот отрасль такая, она достаточно саморегулируемая. Мы умудрились 10 лет назад, например, написать словарь терминологии, потому что мы столкнулись с этой проблемой. Это не значит, что он работает. Но это опять-таки, потому что это процесс, который нельзя сделать один раз. Но если мы не будем заниматься фиксацией теории, но в ежегодном режиме и обновлением учебных программ, которые каждые два года устаревают, ничего никуда не поедет, потому что мы тогда будем отстать все время как бы вот в создании единого просто понятийного поля.